Миша Черноземов в 6 лет выиграл первенство России и первенство Европы по шашкам, соревнуясь с более взрослыми соперниками. Тренер Миши Олег Дашков рассказывает, этот юный спортсмен – надежда Самарской области в своем виде спорта. Когда только родители привели заниматься шашками, было сразу ясно – это будущий чемпион. В 5 лет – первый опыт соревнований, а через год уже уверенная победа. Миша – это уникальный спортсмен. В шашки мы принимаем, как правило, детей не младше 6 лет. А когда впервые пришел он в 4,5 годика, и как я впервые его увидел, конечно, он в 4,5 года уже был не по годам развит. То есть это касалось и шашечной жизни, запоминание было просто. Я показал один вариант, например, на 30 ходов, он буквально сразу его запомнил. То есть, ну, были поразительные. Как рассказывает сам юный чемпион, секрет успеха – добросовестно трудиться и быть максимально внимательным. Надо много заниматься, усилий много прилагать, чтобы побеждать. Сегодня Миша оказался в числе 50 юных дарований Самары, особо отличившихся в спорте или творчестве. Этих ребят наградили стипендии городского округа Самары. Она в качестве меры поддержки одаренным детям и талантливой молодежи Самары назначается с 2012 года. В этом году на назначение стипендии поступило 230 заявок. Перед конкурсной комиссией стояла непростая задача – отобрать лучших из лучших. Церемония награждения прошла в торжественной обстановке в Самарском академическом театре оперы и балета. В ней принимали участие глава города Елена Лапушкина, председатель городской думы Алексей Дегтев и народный артист России Андрис Лиепа. Отметить, поддержать лучших, а также стимулировать юные дарования, держать эту планку и развивать свои возможности – главные цели этой стипендии, рассказывает глава города Елена Лапушкина. Наши с вами стипендиаты – яркое тому подтверждение. Мне кажется, если спросить каждого из них, они совершенно точно скажут, что одного таланта для достижения успеха недостаточно. Еще нужно много-много упорства и много-много труда. И, конечно, нельзя добиться успеха, если рядом не будет тех людей, которые поддерживают, которые окрыляют, которые учат. И, конечно, я говорю о наставниках, о родителях. Спасибо вам за это огромное. После торжественной части в Большом зале театра для талантливой молодежи Самары, учеников, педагогов школ искусств, студентов творческих вузов, семей участников СВО и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, артисты Московского государственного академического детского музыкального театра имени Натальи Сац представили балет «Жар птица» в постановке Андриса Лиепе. Премьера спектакля состоялась в 1910 году в Париже, а в наши дни этот спектакль обрел вторую жизнь благодаря Андрису Лиепе. И сейчас на сцене Самарского академического театра оперы и балета мы видим ту постановку, которую видела публика сто лет назад. Это шедевры русской культуры и шедевры 20 века. Классика музыкальная, классика хореографическая и очень интересные декорации костюма. Это восстановленные главинские оригинальные, которые были в 1910 году использованы. Самарская публика по достоинству оценила постановку. Мы теперь хотим заниматься. Пока выступление было, мы уже собрались записаться на балет. Все было очень складно, были четкие линии, мне очень понравилось. Костюмы тоже очень яркие, свет так играл. Вообще замечательно, нам очень понравилось. Спасибо. Андрис Лиепе признается, постановка «Жар птиц» – воплощение его 20-летней мечты и работы. Он остался восхищен тем, как встретила этот спектакль самарская публика. Галина Топилина, Игорь Казановский. События.